Мастер и Маргарита Здравствуйте! В эфире программа «Час истинный» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. До недавнего времени о существовании загадочной католической организации «Опус Дэи» в нашей стране было известно немного. Интерес к ней возник после появления романа Дэна Брауна «Кот да Винчи» и одноименного фильма. Кто такие члены ордена «Опус Дэи», которые нередко называют тайной полицией Ватикан? Сегодня у меня в гостях историк Алексей Юдин и журналист Марк Смирнов. Здравствуйте, господа! Добрый день! Алексей Юдин родился в 1963 году. Выпускник Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумба. Стажировался в католическом университете города Неймингем, Голландия. Преподаватель Российского государственного гуманитарного университета. Ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Член Папского совета по делам мирян. Марк Смирнов. Родился в 1951 году. Выпускник Православной Ленинградской Духовной Академии. С 1991 по 1995. Редактор программы «Религия в современном мире» на Радио Свобода. Директор Международного независимого исследовательского центра религии и общества в странах СНГ и Балтии. Ответственный редактор приложения к независимой газете «НГ. Религия». Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – «Опус Дэи». Насколько, на ваш взгляд, справедливо называть «Опус Дэи», «Тайной полиции Ватикана», иногда его называют даже «Гестапо Ватикана», и что это вообще за организация, как она возникла? Ну, мне кажется, что, конечно, насчет полиции и «Гестапо» – это немножко такое публицистическое преувеличение. А что касается того, что организация достаточно законспирированная… Непростая. Непростая, и о ней гораздо мы больше не знаем, чем знаем, хотя знаем тоже достаточно. Это совершенно точно и определенно можно сказать. Когда она появилась? Ну, в принципе, отсчет можно вести с 1928 года, хотя это были только еще первые шаги основателя этой организации – Хосе Мари из Крева де Белагера, который, в общем, имел небольшое число последователей. И, как официально сайт «Опус Дэи» и все документы сообщают, в это время не удалось осуществить полномасштабное развитие этой организации ввиду того, что началась гражданская война в Испании. Франкистов поддерживала Германия и Италия, Муссолини и Гитлер, а, соответственно, республиканцев поддерживала Советская власть, Советский Союз и Сталин. И из-за этого организация как бы оказалась в условиях сначала такого зачаточного состояния, а потом просто нужно было даже уже бежать из Мадрида в Бургас, где в это время Франко создавал военную, так сказать, базу для наступления на республиканцев. И Балагер нашел там, можно сказать, такое не только пристанище, как беженец, потому что он в буквальном смысле бежал от республиканцев. И надо сказать, что республиканцы жестоко расправлялись с клирикальным духовенством, особенно с теми, кто поддерживал франктистский режим. Ну да, зверствовали, резали, мучили. Расстреливали. Расстреливали это в лучшем случае. Известны куда более варварские способы расправ с священниками со стороны республиканцев, которые даже упоминать не хочется. В некоторых епархиях, хочу отметить, до 90% духовенство было уничтожено. А в 1936 году республиканцами вообще официально были запрещены все богослужения на контролируемые ими территории. Ну, что можно сказать? Благотворное влияние Советского Союза. Да, но вот именно в этих условиях, как опять же историки опузды и говорят, Хосе Марии Скливада Балагер получил откровение. Здесь надо, конечно, указать на то, что как бы здесь сделано все, чтобы у стороннего человека возникло впечатление, что это не просто такая рационалистическая задумка, как-то внести какие-то изменения, какие-то реформы в жизнь церкви, а что это именно было указание свыше, великое миссианство даже. Историки опузды, именно из среды опузды, они подчеркивают, что это величайшая миссия. И даже некоторые указывают, из католических критиков, что это даже как будто ставит Балагера в особый ряд, не просто святого, а как бы некого продолжателя дела Христа. А какие цели провозглашал Балагер, когда создавал эту организацию? Ну вот здесь вот только небольшие поправки, да, с самого начала. Конечно, по поводу гестапо, тайной полиции, это не просто журналистские привлечения, это формальная неправда, это духовное движение, во-первых. И именно вот это измерение надо учитывать, рассуждая о дальнейшем. Вот Марк сказал о некой крупномасштабной организации, которую не удалось осуществить в то время, когда, и сразу же пошла такая геополитическая раскладка. Это было именно духовное движение. Единомышленники, группы, собиравшихся для молитвы, для какой-то конкретной цели, это не был какой-то грандиозный замысел. Это развивалось очень медленно, и мы знаем из разного рода источников, и критических в негативном плане, и как бы позитивных, можно сказать, апологетических, что трудности были с самого начала. Трудности, собственно, в католической среде. В католической среде не понимали и не принимали идею Хосея Искрива де Балагера. А что у него за идея была такая, которую не принимали и не принимали? Это очень интересный момент, на самом деле. И вот здесь, возможно, некие обобщающие исторические размышления. Действительно, ситуация в Испании, республиканской, во многом находилась под влиянием советской идеологии. Но не только. Это был тот конфликт между либерализмом и католической церковью, который развивался на протяжении всего XIX века. И в Испании, может быть, наиболее католической стороне, как мы видим, европейского мира, реакция была наиболее жесткой. Я имею в виду реакция антицерковной. Это анархисты. Причем это действительно был почти беспредел. Мы помним еще Барселонскую неделю 1909 года и так далее. И то, что творилось в республиканской Испании, это было следствием вот этого очень сложного конфликта. А что такое Барселонская неделя 1909 года? Погромы церквей, анархистами, которые просто... Это было однозначное, причем во многом по-русскому, скажем, карамазовскому типу, отрицание Бога. Нет, и все. Все остальное подлежит уничтожению. То, что происходило в дальнейшем, во многом мотивировано этим конфликтом и пониманием того, в каком сложном положении находится церковь. Церковь действительно оказалась по другую сторону баррикад от общества. И необходимо было найти какой-то новый способ взаимодействия церкви. А почему она оказалась по другую сторону баррикад? Казалось бы, Испания очень католическая, очень набожная страна. И сегодня она такая. И побывав в Испании, можно понять, что даже молодое поколение достаточно рьяные католики. При всем при том. Как же церковь-то там оказалась по другую сторону от общества? Что-то не очень понятно. Вот это очень интересный исторический феномен. Церковь очень долго отождествляла себя с определенным мирским порядком. И была очень тесно соединена с какими-то мирскими структурами. С монархией, с институтами правления и так далее. И была какая-то моторика мышления. Вот то, что в истории называется ансиен режим. Старый режим, скажем, до французской революции. Здесь то же самое. Однозначно монархия, ценности того общественного устройства, изменяющееся время казалось враждебным, чуждым. И интересно, что позиция официальной католической церкви, мы не говорим об отношении церкви к монархии. Там была сложная, неоднозначная позиция, не было однозначной поддержки. Но, тем не менее, отношение к либерализму, демократии, даже правам человека и свободе совести было однозначно отрицательным. Это действительно так. Это подтверждают разные документы Святого Престола 19-го. Ну, в общем-то, это характерно и для православной церкви тоже. Но что получилось так? Вот мы сейчас подходим к нашей теме. Почему разные стороны баррикад? Вот церковь развивается по своим законам. Она выставляет себя как совершенное общество. Мы идеал для человечества. Не только идеал небесный, но и идеал земной. Человечество, понятно, находится на каком-то сложном пути. В основном ошибочном. Но это общество уже неоднозначно открыто нам. Оно враждебно, оно насторожено. Мы должны с ним найти какой-то новый контакт. Поэтому, что было предложено с самого начала? Почему-то идея мирян возникла. Миряне – это как бы пятая колонна. Это люди, которые просто родились в миру. Священники уже как бы по другую сторону баррикад. И мы должны управлять этими мирянами. Мы должны найти способы, как бы заставить их действовать по нашим законам. Вот Хосе Эскрееву предложил совершенно другую модель. Что миряне действуют сами по себе, понимая свое призвание и понимая свою цель. И это вызвало очень негативную реакцию, собственно, и в католической церкви того времени. Это было первоначальным поводом для конфликта. Вы, возможно, меня поправите, каждый из вас. Но мне кажется, что название тайной полиции Ватикана или гестапо Ватикана Опус Дэя получил по той простой причине, что в ситуации, которая сложилась на момент гражданской войны, фактически Балагер пытался создать некую организацию, способную защищать церковь. А любые действия, направленные на защиту того или иного института или идеи, они неизбежно связаны с какими-то физическими действиями. И, наверное, в тот момент, когда все это происходило, он был не так уж не прав в контексте того, что республиканцы делали со священниками. Не по-доброму. И не только в этом контексте. Я имею в виду такого жесткого, радикального сопротивления. Конечно, Хосе Эскрееву как бы наследовал во многом пониманию церкви, как церкви воинствующие, защищающие какую-то истину. Какую-то, это я сейчас так сказал, может быть, не очень аккуратно, совершенно определенную истину, открытую христианству. Но эту истину надо защищать. Против мира, естественно, не повергая этот мир в руины, но доказывая, предлагая ему эту истину. Способы, которые предложил Хосе Эскрееву, многим казались неадекватными. Мне кажется, что как раз то, что вы упомянули, вот такое выражение «пятая колонна», а к тому же еще и вопрос о способах и методах, как осуществлять, я не знаю, спасение всего мира, людей, душ людей. Вот это очень все достаточно спорно, потому что, как известно, нельзя силой войти в Царство Небесное. А вот создать «пятую колонну», которая как бы проникает во все поры общества, заставляет общество идти не естественным каким-то путем развития, в условии социально-политического какого-то конфликта, той ситуации, которая в этот момент была или развивалась в других странах, не только в Испании, а вот именно через проникновение и даже, я бы сказал, тайную работу. Вот в этом смысле мы упомянули, что католическая церковь, особенно в тот период, надо сказать, что и позднее, даже сейчас не вся одинаково положительно к этому относится. Многие встретили это с большим предубеждением, просто в штыки, потому что эти методы не свойственны были католической церкви ранее. А иезуиты, а инквизиторы. Инквизиторы, да. Практически эталон гуманности, можно сказать. Конечно, вы правы. Я прошу простить, да, мы как бы все-таки наследуем такому просвещенческому, да, восприятию инквизиции. Инквизиция была очень интересным институтом, который занимался именно расследованием человеческой жизни. То, что в условиях того времени человека держали в какой-то яме или в камере на протяжении нескольких лет, конечно, отвратительно, да. Ну, или у испанских сапоги надевали. Испанские сапоги, это, уверяю вас, красивые легенды. Почему я видел в музеях? В музеях все, что хотите. Но чем занималась инквизиция? Расспрашивала человека, допрашивала человека. Действительно ли это было так? Кстати, многие современные исследователи отмечают, что методология, инструментарий современной антропологии, как науки, да, заметьте, был сформирован именно инквизиционными процессами. Одно дело получать какие-то ответы, как вы говорите, в нормальной дискуссии, в разговоре, а другое дело, когда под пытками людей вырвали. Что касается иезуитов, то они были как раз враждебной инквизицией. Надо отдать должное основателю общества Иисуса, или иногда называют орден иезуитов, Игнатию Лайоли, который оказался сам привлечен к инквизиционному процессу по поводу его труда, тоже такого же мистического указателя к действию, который все иезуиты и сейчас изучают. Это его духовные упражнения. И вот за написание вот этого труда он был привлечен к инквизиции, но ему повезло, ему посчастливилось. И местный епископ просто ему сказал, знаешь, что бери шмотки, хватай чемодан и уезжай. И тогда он уехал в Париж, в Сорбонну, и остался вообще жив, и появились вот эти самые иезуиты. Но вообще, понимаете, уже в 20 веке иезуиты уже совершенно другие. И как бы надо сказать, что опус-де, это в некотором смысле даже карикатура на иезуитов, там, я не знаю, 18-го, 17-го века. И вот, например, у жены непокойной, но бывший генеральный настоятель общества Иисуса, то есть главный иезуит, иногда называют его генерал-иезуитов, что не совсем точно, Педро Аруппе, говорил, что когда я смотрю на опус-де, то я вижу нас в прошлом, и какими мы не должны были быть. Понимаете, вот иезуиты уже в 20 веке – это совсем другое явление. А они как будто… Ну, изначально они были все-таки рыцарей плаща и кинжалом. Ну, вот и опус-де взял у них самое худшее. Это может быть очень субъективный взгляд. И мы знаем, что есть некая внутренняя, скажем так, интрига между опус-де и иезуитами. Не интрига, а просто конфронтация и борьба. Никакой конфронтации и борьбы нет. С поножорщиной и перестрелками. Да, с поножорщиной и перестрелками. Действительно, одним из первых, очень жестких критиков опус-де была «Испанский иезуит». И в какой-то мере позиция в некоторых провинциях Испании иезуитов была неблагоприятна для опус-де. Но, тем не менее, сейчас, как конфликта, мы не наблюдаем. Этого нет. Абсолютно так. Первые критики как раз иезуиты. Первый критик – да, но не последний, скажем так. А вот такой человек, как Ханс Урсфон Бальтазар, который не по-доброму к опус-де относился и обвинил их в том, что они пытаются навязывать духовные принципы недуховными способами. Ну и потом, такое положение, что война – это главная преграда на пути к беззаботной жизни, и поэтому мы должны ее любить. Постулат опус-де. Весьма красноречивая вещь. Более того, ведь это даже как бы не сам опус-де, это именно слова де Белагера, который, в общем, в своих сочинениях вот это все педалировал. Он даже больше говорил, любой военный уже по призванию своему должен быть близок к нам, к нашему духу. То есть вот такой дух воинствующей церкви, Экклезия Миллинтенс, о которой говорил Алексей Викторович, конечно, присутствует. И для многих нормальных католиков и монашествующих, членов различных католических орденов. Это все вызывало большое возмущение и неприятие. Ну, по сути, это была, вернее, не была, а стала постепенно военизированной организацией в контексте того, что, когда говорил Белагера войне. Но если он это говорил, это должно было находить некое подтверждение, отражение в действиях организации. По крайней мере, очень жесткая, очень дисциплинированная, подчиненная иерархическому такому беспрекословному принципу повиновения. И в данном случае, ну, не боюсь этого слова, конечно, возьму его в кавычки, немножко тоталитарно. А вот то, что писал Дан Браун относительно того, что Opus Dei чрезвычайно богатая организация, которая спонсировала Ватикан в определенный момент, когда там был банковский кризис. Это действительно так? Ну, вот я, как и вначале сказал, многие вещи остаются недоказанными, но многие журналисты, историки занимаются этой проблемой. Я имею в виду, конечно, западные журналисты. И они указывают на хотя бы такой важный момент. Дело в том, что Opus Dei никогда свои финансовые отчеты не раскрывает. Оно не говорит о источниках своих финансовых поступлений. Более того, ведь каждый член этой общины или этого общества должен свои доходы отдавать в организацию. Если он умирает... Безвременно. Или даже и во времени, может быть, естественная смерть, то по завещанию определенному все переходит в Opus Dei. Таким образом, конечно, гигантские суммы. Ну, вот, например, по тем источникам, которые я смотрел, они западные. Ну, например, 2 миллиарда долларов Opus Dei ежегодно получает в качестве прибыли. Неплохо. Насколько я знаю, Opus Dei очень усердно действует в плане продвижения своих членов в области финансового менеджмента, всевозможных образовательных... Более того, вот известный скандал 70-х годов с банком Абразиана, который просто лопнул, и были проблемы, а он был связан с Ватиканом, по, опять же, западным источникам, вызвал необходимость того, что Opus Dei как бы расплатился за долги этого банка, а вот директор этого банка потом был найден повешенным или повесившимся под одним из мостов в Лондоне, такой господин сеньор Кальви. Ну, как? И вот это осталось загадкой. Многие вообще говорят о причастности Opus Dei, но утверждать, конечно, здесь ничего не могу. Могу только сказать, что еще есть интересный момент. Это то, что Opus Dei приписывается финансирование движения солидарной с Польшей, которая, конечно, была при поддержке польского папы Иоанна Павла II, короля Вайтилы, осуществлена. И это были деньги как раз тоже не самого собственного Ватикана, а как бы аффилированного, ассоциированного с Ватиканом Opus Dei. Ну, Opus Dei спонсирует Ватикан фактически в финансовом плане. Улучшает, что да. Это я замечу совершенно нормальный принцип, потому что церковь живет на подаянии как таковое. Это не зависит от размера подаяния. И разные, мы знаем, что крупнейшими спонсорами Ватикана, если мы говорим о Ватикане, как о особом государстве или центре католической церкви, являются Соединенные Штаты, Германия, где существует церковный налог, и то, что Opus Dei вносит в свою ленту... Церковный налог идет в государство? Правильно, но потом переспределяется и идет на нужды различных католических организаций и общин по всему миру. Алексей, а вот что касается военизированной составляющей Opus Dei и то, что проглашал Балагер относительно своего отношения к войне, как вещь исключительно полезной? Ну, вы понимаете, во-первых, то, что мы имеем в виду, говоря о военизированности, наверное, прежде всего стоит отнести к области внутренней жизни человека, его организованности. Я не могу сказать, что в Opus Dei, хотя я, естественно, не являюсь ни членом Opus Dei, ни нумерариям, ни супранумерариям, точно не знает, кто является членом, у них тайное членство. Нет, это все на самом деле полная ерунда. Некоторые могут не афишировать, но при этом на вопрос, является ли человек членом этой организации, он должен ответить однозначно. Это ясно абсолютно. Я могу свидетельствовать из опыта своего общения с представителями Opus Dei. Это действительно так. Ничего тайного такого, что мы здесь пытаемся показать, там не существует. Но война, да, что такое война? Кстати, вот в этом смысле очень интересно обратить внимание на название самой организации. Opus Dei. Дело Господи. Дело Божьи. Да. И первая, кстати, интересная ассоциация, которая, по крайней мере, вот мне как историку приходит на ум, это ассоциация с крестовыми походами. Потому что крестовые походы именно рассматривались как дело Божьи. Да, конечно. Деус Вульти. Вот был изначальный клич. Так восхотел Бог. Это дело Бога. И мы являемся сотрудниками Бога. На этом параллель историческая заканчивается. Ничего более милитаристского в этом нет. Кроме организованности, слаженности, понятности идеи и противостояния тому беспорядку, в котором находится мир. Субтитры создавал DimaTorzok как бы, они говорят точно, это вот так. С этим можно и соглашаться. От этого можно впадать в раздражение. Мы знаем, что число раздраженных в католическом мире достаточно велико. Но это действительно так. Ясно, что эти люди хотят определенные вещи, и они эту вещь тебе показывают. И какую вещь они хотят и показывают? Очень интересно далее. О служении в миру. О призвании и освящении в миру. Об этом, кстати, говорит не только Хосе Искрио. Об этом говорят все маломальски значимые христианские лидеры. Скажем так, не хочу прибегать к слову святые. Пусть будут лидеры. Это тактика малых дел. Совершение понятных, обыденных вещей, которые человек являет миру как вещи христианские. Не просто я пошел в магазин. Ну, понятно, все мы ходим в магазин, все мы покупаем, продаем, занимаемся. В том числе и бизнесом, как совершенно реальным мирским занятием. И эта вещь не греховная, это вещь не проклятая, а это вещь, которую ты можешь преобразить. Поэтому сам Хосе Искрио говорил о том, что задача христианина сделать пути земные путями божьими. Все зависит от человека, от его выбора. Это та же та самая тактика малых дел, о которой, кстати, говорил и весьма уважаемый в православном мире покойный уже митрополит Сурожский Антоний Блум. Делайте малые дела. Из них рождается дело божье. Будь мягок в своих решениях, но твердо в достижении цели. Это известная иезуитская. Да, иезуитская, да. Мне кажется, что тут есть какая-то профанация во всем, как вы говорите. Пошел в магазин, я не знаю, пошел в баню, и все это какое-то дело божие. Я вот, будучи в одном католическом учреждении на Западе, был поражен, когда в туалетной комнате я вдруг увидел икону. Да, это сильно. Я спросил, а для чего, а почему? Ну, нужно все освящать. Мне кажется, что есть понятия такие в классическом богословии. Это сакрум и профанум. Так вот, в данном случае здесь, по-моему, явно идет какое-то профанирование. И когда вот буквально, так сказать, мы профанируем все поступки и действия человека и пытаемся сделать из этого какой-то вид, что это все у нас какое-то служение и прочее, во всяком случае, в 21 веке это все выглядит более чем наивно. Вы знаете, я бы хотел вернуться немножко назад, к послеиспанскому периоду существования Опус Дея. Совершенно очевидно, что определенную роль в спасении испанской католической церкви орден сыграл. И тут роль Балагера, видимо, была достаточно заметна. Соответственно, он активно сотрудничал с Франко и испанским режимом того времени. Что происходило с Опус Дея после гражданской войны в Испании? И как он получил такое фантастическое распространение по всему миру? Потому что, насколько я знаю, даже у нас есть негласные представительства Опус Дея. Как он начал развиваться и почему так активно? Насчет сотрудничества с Франко. Конечно, были очень заинтересованные люди в режиме, в министерстве фаланги, вообще франкистском руководстве. Дабы использовать Опус Дея в своих целях. Это ситуация, которая... Опус Дея использовал режим в своих целях, естественно. Был конфликт, кстати, по поводу трибуналов. Хосе Искриева был вызван весьма влиятельный судебный процесс. Это так называемый трибунал по подавлению масонства и коммунизма, где Опус Дея был назван сектой иудаистического происхождения, связанной с масонами. Так что критика Опус Дея шла и идет как справа, так и слева. А кто его так назвал? Иезуит или Ватикан? Нет, Ватикан ничего тогда не называл. Это были его критики. Возможно, из общества Иисуса. Возможно. Из среды церкви в очень большом количестве, которые видели очень опасную вещь. Вот та позиция, которую высказал сейчас Марк по поводу профанного и сакрального, это, собственно, та позиция, которую осаждал сам Хосе Искриева как клерикализм. Он именно это называл клерикализм. Разделенность мира, где есть только одни и только другие. Это, по его мнению, противоречило евангельскому подходу. То есть, некой миссии. Это мир, это ваше поле, это ваша жизнь. Нет жесткого разделения на сакральное и профанное. Поэтому в этом смысле, и так его именно обвиняли его недруги, вот примерно в таких терминах, как сейчас были высказаны Марком, что он профанирует церковь. Он способствует ее разложению, и, соответственно, здесь масоны и так далее. Скорее, мне кажется, дело было в другом, потому что, продемонстрировав определенную силу во время гражданской войны в Испании, Опус Дея стал достаточно опасным конкурентом и для иезуитов, и для такой классической католической церкви, и для ее лидеров. И, вероятнее всего, они опасались, что Балагер будет бороться за власть в этом институте. С достаточно очевидными возможностями в этой борьбе достигнуть результата. Тут не все так однозначно, а в разные периоды, разные тенденции, которые вы назвали совершенно правильно, они, так сказать, превалировали. С одной стороны, действительно, кто-то опасался вот такого ретива и такого массового подхода. Тем более, что это было бы условлено не, собственно, какими-то талантами самого де Балагера или его членов, а тем, что франкийское правительство поддержало и дало возможность развития, проникновения в университеты, во всевозможные финансовые, экономические группы, структуры, которые стали наполняться членами Опус Деи. Вплоть до того, что ряд министров, включая даже министра обороны, и экономики, и труда, и образования... Финансов, торговли, насчет обороны... Вот, по моим сведениям, даже министр обороны французского правительства совершенно точно был ассоциированный член. Но даже дело-то не в этом, в конкретных персоналях, а в некой схеме проникновения во власть. Ну да, и успешно. И успешно. И вот это, с другой стороны, да, опасения, все правильно, но, с другой стороны, кто-то в церкви, а я думаю, что и в Ватикане, и даже конкретно Пий XII, в то время Папа Римский, он видит в этом новый инструмент церкви, который может противостоять коммунизму, социализму, анархизму, этим самым масонам, берем в кавычки, потому что о их существовании, как говорят, много говорили большевики, но есть они или нет, мы не знаем. В Испании, прошу заметить, была совершенно конкретная политическая сила масонок, как и в Италии. Это у нас, это действительно мнимая реальность. Там это совершенно четкий политический цитут. Хорошо, я согласен. И вот Пий XII отлично понимает, что нет других методов. Иезуиты уже не те. И они уже стали склоняться к принятию каких-то идей аджерномента, обновления церкви, либеральные очень, настроенные даже на то, чтобы поддержать в Латинской Америке тенденции революционные. Я думаю, что Ватикану было важно найти новое орудие противостояния с наступлением коммунизма в Европе, в послевоенной Европе. И что-то нужно было делать в церкви, потому что, конечно, церковь находилась в кризисе. И тенденции того, что что-то нужно менять или, наоборот, вправо или влево уходить, они уже тогда существовали. Поэтому Дебалагир вообще ведь получает приглашение переехать в Рим. Становится личным прилатом Папы Римского, Пий XII. Он становится почетным профессором теологии и участвует в возможных комиссиях ватиканских. Таким образом, Ватикан дал как бы карт-бланш для того, чтобы опус де развивался уже не только как региональная организация в Испании, а как уже международная католическая организация. Когда переезжает Хосея из Криво в Рим, это 1946 год. Италия на грани, ну скажем так, политической катастрофы. Влияние левых колоссально. И, в общем-то, влияние Компартии, судьбы политические Италии еще не решены. Только в 1948 году, как мы знаем, христианские демократы приведут к власти. В этот момент он пребывает в Рим. Так что тут чисто политическое решение. Никаких божественных истин здесь нет. Но вы знаете, извините, господа, я вот хочу следующее попросить вас прокомментировать. Репутация Ордена формировалась именно в это время, как ребят достаточно жестких. И не на ровном месте эта репутация возникла, я думаю. И Ватикану нужен был именно такой инструмент. Ну, если говорить таким государственным языком, государству всегда нужен институт, способный осуществлять акции, которые государство само осуществлять не может. И вот, как мне кажется, опус де играет именно эту роль при Ватикане. То есть то, что самому делать неполиткорректно, нехорошо, стыдно, безобразно и опасно с точки зрения репутации, всегда кому-то делегируется. Думаю, что вы правы. Вот за нами, как тень, ходит призрак конспирологии. То есть мы предполагаем, что есть такие ситуации, в которых действует некий заговор. Вот откуда вот над этим интересно? А орден сам виноват, или опус де, не будем называть его орденом, общество сам не виноват в этом, члены этого общества. Потому что они все так таинственно о себе такой имидж создали, все законспирировали, что без конспирологии здесь не обойдешься. Приходится догадываться. А потом, когда какой-то банкир болтается под мостом на веревке, тоже поневоле задашься вопросом. Мы знаем целую плеяду заговоров. Кстати, ведь новое время начиналось именно с классической версии заговора. Заговор розенкрейцеров. Но это был заговор радостный. Вспомните Кверин Кульман. Проснитесь, проснитесь, розенкрейцеры. Где вы? Почему вы еще спите? Европа родила ребенка. Близится новый рассвет. Это была радость. Потом испуг. Мы знаем, иезуитский заговор проходили по полной программе. Франция 19 века. Еврейский заговор. Потом еврейско-масонский заговор. Потом еврейско-масонско-большевистский заговор. Сейчас у нас олигархический заговор. И вот новые версии. Иезуиты отработаны. Все из них выжили. Я имею в виду. Выжили в этой самой теории. Уже неинтересно. Вот какие-то опуздые. Какие-то ребята, которые что-то хотят. Что-то там промышляют. Тем более, что не все открывают миру. Вот готовенько. Да еще банкер с крыши. Банкер какой-то где-то в этот момент болтается на веревке. Вот замечательно. Вот тебе и Дэн Браун. Простейшая технология. Прямо конструктор. Я, кстати, не читал «Хода до Винчи», каюсь. Видимо, никогда не прочитал. Но когда ты прочел «Ангелы и демоны», я смеялся долгое время. Но сделано классно. Графика обалденная. Причем американская мегаломания. Все взрывается. Ватикан должен взорваться. Кто-то на какой-то ракете куда-то там улетает, падает в Тибр. Супер. Но такое вот, очень скажем, провинциальное сознание. Очень провинциальный подход. В принципе, классическое чтиво для домохозяек или для людей путешествующих. Как вы отнесетесь к тому, что Опус Дэй сыграл колоссальную роль в приходе Пиночета к власти? И несет ли он какую-то ответственность за то, что столько людей погибло в условиях преследований со стороны режима Пиночета? Вот, кстати, сейчас ведь его хотят об этом спросить в суде. КОНЕЦ В этом смысле мы сразу попадаем в следующую ловушку. Альенде хорошо, Пиночет ужасно. Или наоборот, Пиночет спаситель Чили, Альенде человек, который вверх Чили в анархию, в хаос и так далее. Это политический отсыл. Многословы, которые в 70-х годах проповедовали и очень успешно в Латинской Америке теологию освобождения, где правительство Никарагуа, где было несколько министров, священников, иезуитов. Где они? Все опус дэ постарался уничтожить, и, конечно, не без помощи Иоанна Павла II, который, прибыв почти сразу после избрания в Латинскую Америку, кричал, топал ногами и говорил, что прекратите здесь заниматься революцией, надо заниматься делом Божиим. Никто не кричал, и не топал ногами, это во-первых. Никто их не уничтожал, они в большинстве живы-здоровы. И, кстати, многие отошли от марксизма, что вызвало такое недовольство тогда и Рима, и конкретно Иоанна Павла II. Использование марксистских схем, классового анализа, борьбы классов и так далее, как вещи совершенно неприемлемые для богословского дискурса. А вы знаете, извините, все-таки, как мне кажется, дыма без огня не бывает. Если человек оставляет свое имущество и деньги как наследство ордену, вот молодой, здоровый банкир сидел себе, сидел, потом раз с крыши прыгнул, вот миллиончики-то куда надо и пошли. Раз такое произошло, два произошло. А вот скажите мне, вот такая фигура, как Роберт Хансон. О, любопытная фигура. Кто он был? Был ли он наш агент, был ли он агент ЦРУ, внедренный как бы в качестве двойного агента нам, или это Опус Дэй внедрило и в нашу, и в американскую разведку своего человека? Ну, я бы сказал, что вообще надо начинать даже не с Хансона, а с Луиса Фри, который был руководителем ФБР в определенные годы при разных администрациях США, который был сам членом Опус Дэй, и не только он, а очень многие видные сотрудники разведки и контрразведки американской. И, конечно, открыть вот эту тайну, на кого же все-таки работал этот крот, я не берусь. Пусть специалисты по разведке ответят на этот вопрос. Если они смогут, я боюсь, что трудно. Но то, что само по себе человек, который говорит, я совершаю в своей жизни, в своей работе, в своем повседневном труде, дело Божие, я с молитвой, что делаю, шпионю, собираю материалы, продаю, кстати, ведь он работал не бесплатно. Нет, нет, он был сиборит. Да, он покупал дорогие машины, прекрасные особняки. Кстати, именно это его и подвело, если мы вспомним дело по его раскрытию. Да, 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 по-моему, на Ягуаре жены прокололся. Да, очень дорогие покупки, которые не соответствовали его зарплатам. Вот что это? Это святое служение церкви, проповедь, слово Божие, дело Божие? Или это вот то самое некое лицемерие, которое свойственно вот таким организациям, которые предпочитают о себе ничего не говорить, ничего не сообщать, а действовать из-под тяжка? Ну, я так полагаю, что он от всех троих денежки-то получал. А это святое. Да, и от Вернекционной, и от ОПУС-Д, и от Москвы. Но по поводу того, что ОПУС-Д ничего не сообщает, ничего не говорит, Марк, ты противоречишь сам себе, ты говорил, официальный сайт ОПУС-Д, информация, историк, информация ирис. Да, они там ничего не раскрывают о себе. Эта информация призвана только для того, чтобы людям, которые вообще ничего не знают, ничего не понимают, рассказать такие, я бы сказал, святые истории, такие рождественские сказки о том, что вот наш основатель, святой человек, в каких трудностях, бежал через лес от коммунистов, спасся. Это понятно, это понятно. И дальше просто идут такие моралите, знаете, в духе, там, я не знаю, того же Игнатия Лайолы, который написал духовные упражнения, которые сейчас читать совершенно невозможно. Вы знаете, вот все-таки давайте вернемся к хронологии, вот они основались в Италии, они помогли Ватикану в сложный период 40-х годов, помогли удержать страну от того, чтобы она стала коммунистической. Думаю, в известном смысле прибегали к определенным формам насилия в этой работе, потому что иначе с коммунистами не получается. Ну, не получается с ним по-другому, потому что коммунисты любят всех колбасить. Это известно. Начать с нашей истории, где 70 лет засыпано трупами расстрелянных и репрессированных. Ну, а как с такими людьми иначе управляться-то по-другому? Форма насилия, я не знаю. Я, например, осведомлен о некоторых событиях в 60-х годах, когда вновь поднялась по 68-го году коммунистическая волна, и мои итальянские друзья мне сами рассказывали, как они ходили на улицу, выходили на улицу, клеили какие-то плакаты, там прибегали коммунисты, и, в общем, все это выливалось в уличные драки, такие потасовки, чисто в итальянском духе, немножко такие, скажем, помпезные. Но какие формы насилия мог тогда осуществлять опус-дей, вот это вот остается, честно говоря, загадкой. Ну, вот смотрите, вот такой пример, опять же. Вот есть администрация президента США, есть ФБР, есть ЦРУ, есть Агентство национальной безопасности. Но если нужно сделать очень-очень грязную работу, то есть Special Operations Group, о которой никто ничего не знает, и которая действует чрезвычайно эффективными методами, на фоне которых любые спецназы, любые ордена иезуитов на начальной стадии своего существования и другие тайные организации, просто дети. То есть, если они работают в Ирате, они работают в Ирате за два года до того, как туда вторгается американская армия. Это люди, которые имеют этническое сходство с коренным населением Ирака, сверхподготовленные люди, которые говорят без акцента, и которые тихо и спокойно уничтожают все и вся, что может создавать препятствия на пути входящих в Ирак войск через два года. Кого-то они пристрелят, кого-то зарежут, кого-то перекупят. И в результате, в час-чек, когда американская авиация наносит по Багдаду удар, станции ПВО не работают, зенитные ракеты не летают. И какие-то люди, одетые как голодранцы, подают сигналы GPS американским самолетам, американским танкам, которые двигаются. И при встрече с ними офицеры с большими звездами на погонах становятся по стойке смирно, дают им честь. И потом эти люди растворяются. Вот что такое Special Operations Group. И мне кажется, что в известном смысле Opus Dei некий аналог этой организации. Какой инструмент они собой являют? Понятно, что... Тайное проникновение. Тайное проникновение, силовое воздействие, финансовые... Помывка мозгов. И это тоже. Если они вернутся к тем же франкистам. Министерские портфели, колоссальный контроль. Соединенные Штаты, начальник ФБР, умывальников начальник. Фигура колоссальнейшая. Даже тот же Хансен, пусть не самый великий ЦРУшник, но достаточно высокопоставленный. И просто стал известен, потому что прокололся. В Пентагоне, в ЦРУ, в высших эшелонах наверняка тоже есть. То есть, как бы, что стало приоритетнее, скажем так? Ватикан в отношении Opus Dei или Opus Dei в отношении Ватикана и стран, где он действует? Вот ведь интересный вопрос. Кто является теперь инструментом? Еще одна, да, как бы, корректива для дискуссии. Мы себе, как бы, представляем католическую церковь как некое жесткое, строгое, иерархическое начало, такую пирамиду в главе Ватикана. Это тоже миф. В настоящий момент, да и тогда, уже католическая церковь представляла несколько более мобильную и автономизированную организацию. Ватикан не абсолютен в этом плане. Вот в чем дело. Ну, ни одна церковь никогда не могла добиться того, чтобы она была на 100% единым организмом. Ну, а католической церкви именно так часто и говорят, что это вот некая армия. Во главе там Папа, потом какие-то там генералиссимусы и прочее. Ну, в Преянии Павле II как раз все было на него зациклено. Он даже в нарушении канонического права смещал епископов, и роль синода была достаточно ограничена. Да, потому что Папа верховный законодатель в церкви. Ну, так тогда получается, что все-таки опять же... Законодатель, но жизнь как бы идет не только по закону... ...существует, значит, не так все атомизировано, как вы говорите, значит... Не атомизировано, я не говорил атомизировано. Ну, о том, что вот нет такой единой... Я сказал, более автономно это стало, но не атомизировано ни в коем случае. И Опус Дею в этом смысле организация, которая создала некий новый принцип организации, да, церковная организация, что было раньше, да, Папа, епископы, приходы, то есть епархия, епископ, приходы и так далее. Опус Дею предложил новый вариант. Это как бы структура, которая проницает все, но при этом находится в гармонии с прежней. Она ее не взламывает, да, она не создает как бы церковь в церкви. Как же не взламывает, когда Папа создал специально личную прелатуру, вывел Опус Дею из подчинения местных епархиальных епископов и подчинил конгрегации по делам епископов, а не по делам религиозных организаций, в смысле орденов монашеских. Раньше все эти секулярные или полумонашеские ордена, они все подчинялись вот этой конгрегации. А теперь они подчиняются конгрегации по делам епископов. То есть, на самом деле, прямо Папе. Ну, прямо Папе. Почему? Потому что Опус Деи – это не религиозный орден, не монашеский орден. Это светская организация. Миряне. 98% этих людей – миряне. Там существуют люди, которые приносят обет целебата. Обеты они не приносят. Ну, хорошо, но они не вступают в брак. В брак они не вступают. Почему? Брак не вступает. Потому что из религиозных соображений, значит, обеты… А это не является, если уж мы начали говорить о юридических материях, А если член Обус Деи, нумерарий, который обязан быть в целебате, женится, он нарушает эти обеты? Безусловно. Ну, значит, есть обеты? Расстрелять. Авторитарность, попытка разорвать социальные связи в обществе, вскрытие корреспонденции частных, частные корреспонденции у членов, которые получают из дома, допустим, письма, вдруг ему дают письмо уже вскрытое. Вот, кстати говоря, в Германии встретился один достаточно молодой человек, который был в Опус Деи, и он мне как раз рассказал, что эта именно ситуация заставила его войти в конфликт, а потом и выйти из общества. Вы знаете, вот вопрос, который я задал, но так на него ответа и не получил. Так кто же теперь первичен? Ватикан в отношении Опуса Деи или Опус Деи в отношении Ватикана? Или Опус Деи превратился в некую такую силу, которая может существовать абсолютно автономно и реализовывать свои задачи практически по всему миру, пользуясь своими финансовыми инструментами, политическими, государственными механизмами? До тех пор, пока папству этот инструмент будет нужен, они будут не только, как бы, так сказать, слепым орудием, некой палкой. Игнатий Лайола часто говорил, что мы, иезуиты, должны быть некой палкой, совершенно мертвой палкой, но которую можно и копать, и драться, и использовать как угодно. Но и той тайной пружиной, пружиной, которая, на самом деле, как бы и формирует нынешний, может быть, даже сегодняшний Ватикан с точки зрения тех кардинальских коллегий, тех комиссий, тех групп, где внедренные члены проводят свою работу. До тех пор Опус Деи будет нужен, и это несомненно. Но, надо сказать, что не все римские папы одинаково относились к Опус Деи. В частности, Иоанн XXIII и Павел VI всячески препятствовали признанию такого общецерковного статуса Опус Деи. И только Иоанн Павел II дал личную прелатуру, выделил, совершенно автономизировал и подчинил себе Опус Деи. И приводится высказывание самого де Белагера, который в гневе, просто в раздражении заявлял, как они смели замахнуться на Опус Деи, как они могут выступать, особенно он по поводу Павла VI говорил, как он может выступать в защиту жертв франкистского режима, где как раз в это время происходили процессы определенные и были судебные слушания по этому поводу, в защиту вот этих погибших людей от Франка. А как он может? Он не имеет права этого делать. Вот такие высказывания, в частности, к критике Опус Деи, приводят, как то, что и сам основатель, и, видимо, и сама структура Опус Деи достаточно как бы противопоставила себя церкви и даже самому римскому папе, который является и наместником Бога на земле, и векарием Христа, и вообще-то как бы харизматическим лидером всей церкви. А вот вопрос такой. Насколько сильно влияние Опуса Деи в ватиканских структурах? То есть сколько епископов, других высокопоставленных церковных чиновников являются в Ватикане членами Опус Деи? Я думаю, что статистику дать очень трудно, но влияние это очень сильное. И мы видим хотя бы по тому, сколько, скажем, кардиналов и епископов присутствовало на биотификации в 1992-м и на канонизации Хосея Скриво де Балагер. Это и, ну, здесь, понимаете, может быть немножко другой критерий. Это люди сочувствующие, которым понятно и ясно. Сочувствующие, это не просто вот так романтические сочувствующие, это значит ассоциированные члены. Ну, мастер, таким образом и меня можно выдать за ассоциированного члена. Я говорю, потому что мне понятна духовная цель, а духовная цель, я не являюсь при этом даже ассоциированным. Но я понимаю, что он хотел сказать. Потому что есть нумерарии, супернумерарии, есть ассоциированные. Вот об этом сказать действительно сложно. Я думаю, что есть, конечно, статистика. Но как это решается? Почему вот упрекают их в секретности, закрытости? Они предпочитают свои методы действия. Но для церкви эти методы действия прозрачны. Каждая епархия, в которой действует опус дея, каждая епархия, епископ этой епархии получает их устав. Таким образом, документы, одобренные церковью, но не предназначенные для публичной огласки, доступны для церкви. Церковь несет за них ответственность. В этом смысле. Вот это как бы структура взаимной ответственности. И выдается в таком публичном оглашении за какую-то секретность. Но у церкви, в конце концов, есть свои дела. Она не обязательно обо всем говорить, не обязательно должна говорить все, печатать в газетах, публично. Это еще одно искушение со стороны мира. Это вот та идея равенства, которая на самом деле, вот в таком, я не знаю, в светском изложении. Мы все равны. На самом деле, конечно, никто не равен. Это понятно. Все животные равны, но некоторые из них равнее. Равнее других. Это принцип этого мира. Мы типа ребята равны. На самом деле, вот там сидят, действительно, куда равнее нас. Это принципы той же самой демократии, как мы ее себе представляем. И церковь, один из, кстати, ключевых пунктов обвинения Opus Dei. Фашизация сознания, антидемократические методы управления и так далее. А почему, собственно, там должна быть демократия? С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что на самом деле там есть коллегиальные органы управления. В каждой региональной структуре Opus Dei есть советы, есть съезды, там есть демократическая структура. Но принцип лидерства, конечно, там очевиден. То, что мир не выносит этого, это понятно. Время наше неотвратимо приближается к концу. Наверное, последний вопрос, который я успею задать, это, что представляет собой Opus Dei на сегодняшний день? Количество членов. Ну, понятно, что сказать точно до человека невозможно, но хотя бы там приблизительно. Страны, в которых он действует, может быть, какие-то финансовые цифры, может быть, что-то о том, какие посты занимают члены Opus Dei в правительствах тех или иных стран. Степень влияния. Ну, я бы сразу сказал о том, что влияние очень велико на жизнь церкви и в целом ряде государств. Прежде всего, это Испания, Италия, Соединенные Штаты Америки, Англия и почти вся Латинская Америка. И, в общем, на сегодняшний день даже он существует, видимо, полулегально, потому что официально не зарегистрирован и в Российской Федерации. Что касается личных каких-то персон, которые в правительстве. Ну, например, правительство Хосе Мариаснара до того, как пришли социалисты, оно было насквозь тоже пронизано Opus Dei. Его жена открыто заявляла о том, что она член Opus Dei. Сегодня, если не ошибаюсь, министр образования Великобритании тоже принадлежит к Opus Dei. Кстати говоря, борется за то, чтобы школы были частные. Потому что как только школы частные, вот тогда можно совершенно спокойно их обрабатывать и вести в своем нужном духе. 85 тысяч членов. По всему миру. По всему миру, да. В Европе это порядка 49 тысяч. В Америке, причем в Латинской, в Северной, ну как бы, да, Северной и Южной, это где-то 29 тысяч. По поводу Восточной Европы. В Венгрии 90-й год и Чехия. Затем мы видим Литва 94-й год. 96-й год Эстония, Словакия. Затем Казахстан в 97-м году. И в 2004-м году Латвия. Опус Д принадлежат и многие масс-медиа, это и телевидение, и радио, и издательства, журналы, газеты. Да, была такая статистика на 79-й год. Она была представлена. Для журналистов. Университеты, масс-медиа, образовательные центры и так далее. Телекомпании и телезрители. И не дай бог, если какой-нибудь журналист напишет о них что-нибудь плохое, если он действительно принадлежит католической церкви, к счастью, вот я могу свободно говорить, а вот если принадлежит, то тогда просто начнется травлю. В общем, у Дэна Брауна есть все шансы уйти в мир иной, прежде чем это отпущено. Ну что ж, спасибо вам большое за участие в беседе. Наше очередное историческое расследование подошло к концу. Я благодарю моих гостей за участие в программе, в которой мы пытались разобраться, что такое Опус Дэя. Спасибо вам. Всего доброго. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в далекое прошлое и относительно недалекое. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова